Думала, норка в естественной среде обитания днём теряла. А вот он. А оказалась кот. Потому что, когда проходила, какое-то чёрное пятно было. Ну, думаю, будет там чёрное пятно вместе с котом, были бы звуки. Вчера соседи сказали, что чёрная норка — это американка. Но я её в темноте видела, ближе к ночи. Возможно, она и не совсем чёрная на самом деле. Потому что говорят, все кошки чёрные. А нет, все кошки серые ночью. А вот тут из той же серии. Сегодня доезжа не было ночью. Спал я на диване. Почему-то там теплее. И вот утром было солнышко. Я не очень в курсе, сколько сейчас время. Может быть, девять уже. Я что-то каждый час просыпалась, потом думаю, надо уж вставать. У меня уж миглинь. Всё равно уже вроде как утро и более-менее выспалась, когда я в случае кофе долбану или днём лежу немножко. И вот всё опять в этих тучах практически. Всё белое небо, точнее голубое небо стало серо-белым. И вот хоть бы одна радуга в это время, столько дождей было. Соседей там кто-то что-то заводит. То ли трактор, то ли пила, то ли ещё чего. Есть такие люди, которые пользуются вашими услугами. Вы можете что-то привезти, допустим, или можете чем-то помочь. Совершенно безвозмездно. Ну, как бы, если вы пойдёте там к соседям, к своим, да, и скажете, ой, знаете, вы не могли бы одолжить табуретку до вечера, тут не хватает места. Это к примеру, совершенно. И чем не связано, если что. И вы, конечно же, ну, вам сосед, конечно, да, да. Если у вас, ну, нормальные отношения с соседями, и эти соседи у вас часто по гостям ошиваются, у вас в гостях, или же к вам кто-то пришёл, да, вот говорит, можно я возьму у тебя табуретку, а то у меня не хватает, там, допустим, куча гостей приехала, да, вот так вот до застолья до вечера или до утра. И, конечно же, вы говорите, да, можно что-нибудь так, ну, почему бы не помочь человеку, типа, соседи же всё такое, люди. И вот у вас случается какая-то проблема, вы идёте вот просто, узнаете, что часть соседей может вам помочь, возможно. Потому что раньше вы всегда помогали этим соседям, вроде как, ну, традиции, всё такое. И если они бледутся, то, соответственно, всё хорошо будет. Вот вы идёте, узнаете, что та часть соседей, которая могла бы вам помочь, уже не есть на месте, допустим, уехала. И вот то ли людям, ну, знаете, такая непогода, когда хороший хозяин собаку не выпустит, а уж тем более взрослый с ребёнком маленьким на машине в грозу точно не поедет. Ну, как бы, мало ли что по дороге может случиться. Дорога не короткая, скажем так. И вот я, конечно, немножко паранойя сыграла, думаю, может, там что-то как-то так по-тихому. Всё, с другой стороны, мало ли, может, людям нравится в грозу, с ветром, такую страшную, жуткую грозу, ездить с маленьким ребёнком, чтобы маленький ребёнок привык грозе. Я не боялся её, допустим, такой вариант. И вроде как меня спрашивают, ну, ты пришла пораньше, то всё, ну, я же не знаю, во сколько у вас люди уезжают, я же не знаю, во сколько у вас гостей, что у вас гости любят в грозу, исключительно уезжать по-тихому, чтоб никто не заметил. И вообще раньше как-то все общались так вот дружно. Я тут, ну, такой междусобойчик, вот если только что-то надо, то сразу к соседям. Ну и вспомнил эти слова Юли про отмытание, когда я говорила что-то подобное, когда у меня вот есть такие друзья, которые, ну, внезапно выясняется, что я к ним навязываюсь, и я пытаюсь как-то эту дружбу сохранить, что это надо исключительно мне, я так поофигевала, когда это узнала на другом гонзе провода. И, в общем, когда какая-то нужна, то, соответственно, ко мне обращаются. А когда, зная, что у них вот стабильная эта проблема, и спрашиваешь, нужно ли помочь, то тебя воспринимают так, будто ты напрашиваешься, и будто у тебя никогда ничего такого не спрашивали, вообще нахрен ты тут уписалась, скажем так, да, для разнообразия. Нафиг ты тут взялась. И тут я, значит, ну, как бы спрашиваю, что почему, говорю, что вот такая-то проблема. И мне, типа, также тут же предлагают помощь. Я так удивляюсь, а вроде как-то необычно так, ну, такие люди такую помощь обычно не предлагают. Не финансовую, не подумайте. И, ну, значит, все договорились в такое-то время, типа, эта помощь окажется. Где-то еще за полчаса сообщилась с близкими родственниками, с близким родственником. Близкий родственник говорит, а почему бы и нет. Ну, я-то думала, что мне там сказали, да ты что, да ну как-то это. Мне-то вроде как стабильно, частично неудобно. И вроде как дают добро, и я вроде как уже готов собраться к этой помощи. Приходит ко мне маленький человек и намекает всячески, что у меня вообще-то проблема не проблема. А потом приходит большой человек и прям текстом об этом говорит. Ну, как бы, вот даже и не знаешь, давать ли в следующий раз такую табуретку. Ну, там не табуретка на самом деле была. Или на сутки с лишним сказать, знаете, соорудите как-то там. Ну, костерчик соорудите. Ну, подумаешь, дождик, ну, соорудите костерчик под какой-нибудь крышей и согрейте себе воду. И все, ништяк. Вот такие вот бывают казусы, не знаю, проблемы, ситуевины в деревне летом, когда дожди. И вот, кстати, по ходу дела пошел. Не знаю, слышно, наверное, его. Ну, как минимум немножко гудят пчелки. Какой-нибудь стрекочет кузнечик или еще какое-нибудь животное нафекомое. Мука ль таит. У меня вчера день прошел пустой, потому что у нас все вечера отключали свет. Ну, была авария где-то по дороге, как в Прилуке, соответственно, мы от Прилук зависим. Если в Прилуках света нет, то и у нас тоже нет. И в какой-то деревеньке перед Прилуками сосед Боря, как мне другие, те соседи сказали, звонил. И сказали, что делают у бригады мастеров сначала там, потом в Прилуках. В Прилуках сделают, у нас свет появится. Я как раз только-только пожарила себе часть ужина. Капуста, внезапно лучок. Слушайте, даже не заметил, что там лучок в этой капусте. Что-то меня торкнуло, ям я как обычный человек практически. Раньше мне одно время нравилось. Дедушке, когда маленькая была, он делал себе потроха какие-нибудь там. Ну, вот эти все, ливер типа, мясо рубленое или фаршик, обычно ливер, с луком жареным. А потом какое-то время даже нравилось есть пару раз, наверное, жареный лук. Потому что пару раз его делали, он что-то такой сладенький мне казался, он мне внезапно нравился. Тут два раза в жизни делала зажарку. Один раз для блюда, где это как бы не зажарка зажат, другой раз. Для супа грибдова уже здесь. Ну и тут палочка отвалилась, теперь еще чуть-чуть. Еще немного, и оно сварится. Наверное, надеюсь, что еще постоит, на самом деле. Но выезжает какую-нибудь еще пару сильных литров. И, короче говоря, в общем, дело вчера. Капусту, лучок, картошки. Не картошка-то есть, это и морковка. Порезала кружочками. Хотела построгать по мелочи, ну что-то у меня получилось с кружочками. Капуста, лучок и четыре кусочка колбаски отрезала. Что-то сюда очень много в этот раз еду привезла. В общем, холодильник буду не выключать, оставлю включенным, когда уеду на неделю. И курица-то вообще упаковка не распаковывалась, в морозилке стоит. Ой, дабы, котик. Мышку ловит. Шесть мышек уже поймал. Я вчера на телефон записала, ну, наверное, нисколько, как он мышку ловит. Уж пока собирался, просто как говорила. Потом, может, отдельным роликом, уже когда приеду, выложу. Потому что эти, я не знаю, когда еще монтировать буду. У меня там, когда, ну как, ролика четыре. Осталось в общей сумме Абхазии с этой камерой, так что у меня уже все сделала. В общем, я не только это поставила. Колбасы очень много, у меня срок до 26-го. Полторы упаковки такие. Ну, там не то, что много. Упаковка 400 грамм. И я думаю, одну упаковку с собой взять. У меня тут монетка еще случилась. С голоду не поможет, в смысле, еды-то как бы есть. Вряд ли что-то конкретное смогу купить. Ну, смогу купить что-то жизненно необходимое, скорее, как-то так. То, что я планировала купить. А эту накладушку, телефон буду искать уже потом. Она не первая срочность и не первая важность. По крайней мере, стрим из кухни – это не сколько мне надо, сколько посетителям вам. Ну, то бишь, кому-то там, наверное, угородчую поставила. И вот уже включила электричество. Ну, в смысле, отключила плитку. Потом подключила ее заново. И тут вырубается электричество. И она уже под крышкой так доходила. Немножко так похрустывала эта морковка. А есть очень хотелось, думаю, хрен с вами съем. А вот чайник-то я уже не успела поставить, потому что у нас либо плитка и холодильник, либо чайник и холодильник. Иначе пробки вылетают. И, в общем, пришлось мне уже этот чай пить в 9 вечера. Потому что пришло ко мне мелкая человека и возраздала чаю. Как раз, ну, как бы всем таким видом намекаю. Я так думаю, ну, надо же, какие люди бывают ушлые, ешкин кот. Как мне всем таким видом намекаю, как вот это, ну, типа, у тебя тут все ништяк. Ты что? Какие проблемы? Пришла на разведку маленькая коза Дереза. Вообще, я что заметила, есть, ну, очередной раз по именам. Мой опыт подсказывает мне. Уже пятая такая девочка на такое имя. Две были примерно моего возраста. Одна на 4 года младше. Ну, в смысле, не совсем мелкие, да, считаете? А другая на 7. Ну, как бы поприличнее. Ну, в общем, другая вообще другая песня. И вот пять человек с одним таким именем, все женского пола. И у всех схожее поведение. Наглые. Для жути. Ну, вот это только еще выделывается. Мне вроде как 9 лет, но там уже, знаете, так, я так поняла, что если ты взрослый, а у тебя есть брат, короче, допустим, ну, сколько там, не знаю, года на 3, младше, допустим. Я точно не знаю, не в курсе. В общем, чуть-чуть помладше у вас есть брат или чуть-чуть помладше у вас есть друзья. Я поняла, почему у нее нет друзей в том месте, где она изначально живет. С таким отношением я бы, даже я бы с такой девочкой не стала общаться, если бы была даже в неправильной реальности и больше рядом никого бы не было. Находилась бы в неправильной реальности. Короче, если вы едите варенье или любите варенье, или едите варенье хотя бы чаще, чем один раз в год, значит, вы ребенок. Взрослые люди не едят варенье. А у меня тут по вчерам было полторы конфеты, еще мои два вида вегетарианских конфет. Вчера-то я не ездила, был дозик. Ну, в смысле, я ездила, даже дозик вечера был, даже поснимала вроде как. Позавчера я ездила, ей понравились, я еще попробовала, действительно вкусные такие репешечки, как она меня их обозвала. И несколько конфеток совершенно, еще горький шоколад. Ну, дети же горький шоколад не едят, и не всякие взрослые едят горький шоколад. Это я вот такой эльфишный. И еще, в общем, только дети смотрят мультики, только дети едят варенье. А я поняла, что я ребенок. Мне 35 лет, я ребенок, я люблю варенье, и я смотрю, анимаю. И только взрослые. Последние два года я увлеклась политикой. Ну, что сделать, что я увлеклась политикой? Я смотрю каналы только о политике. Я сижу так, думаю, ептыть. Мысленно. Короче, а если вы смотрите политику, едите исключительно шоколадные конфеты или карамельки в шоколаде, не доедай их. Вот если вы едите карамельки в шоколаде, но не доедаете их, и проливаете чай на стол так, что как бы даже и пролить там нельзя, то вы исключительно взрослый. А вот если вы любите варенье и смотрите мультики, я не стала ей говорить, что я смотрю мультики. Не буду травмировать детскую психику, мало ли чего. Будет какой диссонанс мозга на всю оставшуюся жизнь. То вы, соответственно, ребенок. Надо узнать у своего наполовину ребенка. Он варенье любит. Наверное, уже дошла до места, ну, получил, скорее всего, надеюсь, послание. Мой недоребенок, наполовину ребенок, потому что другую половину, я не знаю, насколько там так или не так. Может, варенье там не любят, может, там на теме взросления уже так это идет. В сторону взросления. Мультики любят. Вот вчера смотрела, дошло до Токио. Ну, как бы прошло сортировку. Причем поймала сеть совершенно в невиданном месте, завернула. У нас коровы уже не пасутся, то стадо порешили, как мне сказали. Ну, как я поняла, этот человек больше привирает, чем говорит. На самом деле, я не знаю, как на самом деле. Потом, может, постараюсь узнать у кого-нибудь из местных жителей обывающих, кто конкретно в теме. Короче, коров тут нету в этом году. И, соответственно, раз коров нету, то откуда могут взяться эти чертовы муки, которые обычно сопровождают корову, вылезная в сторону, как если по полю в плелоке. И давно не ходила. Ходила вообще в детстве, еще, наверное, при маме. Ну, в смысле, лет 15, может, даже раньше. Может, лет 9 ходила с мамой там или с тетей. Короче, с родственниками, может, даже с бабушкой. Короче, с кучей родней ходили, с детьми. Короче, короче. И, наверное, туда по полю, еще там к заливу путь. Вот хотела сходить, мне еще родня говорит, ну, как же, там же прямо дорога. Думаю, я так смотрю, это вообще как-то я совершенно не помню. Мне всегда казалось, что если поворот налево, то это в деревеньку забыла название. Там еще сын художника, художник жевал, который потом учился со мной в художке и сильно выпендрился. Ну, естественно, художники в художке учатся. Я даже не знаю, где он там живой, неживой. Изначально, кажется, из Киргизии. Там, в той деревне, когда меня лет 10 назад, наверное, еще водила девочка, которая сейчас, кстати, приехала. Мы раньше с ней как бы тусали, ну, дружились, скажем так. 87-й год, он такой загадочный, Ленка с 87-го, Женька с 87-го, Танька с 87-го. И вот сейчас она только как-то сидит у себя особняком, никуда не вылазит. По дороге мы с ней, мой второй день, наверное, день бытия на этой неделе. В этот приезд встретились, поздоровались. В общем, она меня, я так поняла, что она неровно дышала к тому парню. Он меня на полгода младше, наверное. Она меня на три года младше, он ее, соответственно, 2,5 года старше. И в той деревне было 4 дома, и они стояли таким квадратом. 11-я там была, только с ней. Ну, вот, все, хотела туда доехать. Наверное, уже съезжу следующий свой приезд. Ну, что завтра... Что там у нас? Я в днях в неделе-то уже потерялась. Ну, да, завтра-то я собираться буду. Или на обедичном, или на вечернем. Ну, учитывая, как сейчас ездит водитель, легче, наверное, ехать на вечернем, потому что я, когда ехала в Прилуке, попалась как раз на этого фиелиста, который на час задерживается. И вот без 22 было по времени. Я еще специальное расписание уточняла, когда в городе было. И он должен был отъехать, а он стоит без 15, и он, кстати, еще думала к нему подойти, спросить, ну, типа, хрен ли ты стоишь, почему-то так задерживаешь и подводишь людей. И вообще как-то... Потом что-то отвлеклась, думаю, хрен с тобой. И точнее как поняла, что водителя-то даже нету в кабине. Спрашивать-то некого. Люди сидят, а водителя нету. А вечерний он как бы нормально ходит. Наверное, поеду на вечерний. Вот тоже конкретно так идет. Я думала, что 30-й поеду до тети Вали. Я жалую, что у меня нет овсянки, дети ей что-то кучу всего привезли, а овсянки нет. То ли нет, то ли мало. А у меня тут... Я, правда, не уверена, овсянка ли едет, потому что одна у меня была ясменная кашка. Вот сейчас хочу сварить немножко из того пакета и узнать овсянка ли. Короче, хотела ей свести овсянки. Тут Люля говорит, и обзор только тут или там. Или тут, или там. Тряпочки для вида, чтобы раньше, для других соседей, которых уже тут нет. Что тут якобы кто-то живет. Когда типа что-то висит, значит, кто-то живет. Круглосуточно. Круглосуточно. На крыше выросла. В общем, суть-то вся была моя камера, взять ее под увеличить, потому что я вообще в тапочках стоя на крылечке и посмотреть, насколько ли это или код. Оказалось, это кот. И что-то я решила тут поболтать. Пойду завтра готовить. Я там на телефон снимала, но телефонная будет отдельным роликом выложена на канал. Завтра на обеде возвращаемся. И, в общем, вот тут мой улов. Оказалось, это свинушки, которые волнушки или типа того. В общем, седобные грибы. Мне соседка сказала, что их можно как бы отварить и потом разжарить. И я нашла маленький белый, вон под той березой. Ну, в общем, береза, на которой гамаг висит. А так, ранее, где Ранечка-челька была. Тут у меня мята, малины, ту, которая вот моя обихоженная мной. Ну, я думаю, еще собрать. Она, в общем, в морозилке была. Я думаю, увезти просто в улице дома уже сделать, что я с ней. И вот мой совершенно белый, чистый, хороший гриб. И тот малюсенький. И я вот сейчас поставила варить. Залила скипевшей той самой колодичной водой. Практически только минут 20 назад скипевшей. Может, на чайнике еще она чуть горячая была. И вот поставила варить. Сейчас на дуйку поставила. Пойду, наверное, сейчас на улицу разбирать оставшиеся грибы. Я думала, что у меня все это маслята, масленок есть. Но оказалось, что это все эти свинушки на самом деле. Теперь буду узнать, что они вполне себе съедобные грибы. А, свинушки или дуньки, вот что их. Вот эти-то вот волнушки. Я в прошлом году их солила. Но у меня вот оба раза. Первый раз-то я помню ела соленое. Но что-то у нас еще при бабушке было. Мы про них забыли. Они умерли. Или как-то так. Или мы их все-таки съели. Или я, наоборот, туда очень много соли положила. Потому что мне показалось, что чайная ложка на литр. Или как-то так. Это мало соли. А в прошлом году вот мои приняли ислам, скажем так. Ну, в смысле, этот, заплесневали. Хоть я и масло туда лила, как Катя говорила, еще что-то. Но я думаю, просто их надо было придавить чем-то. Я хочу все-таки попробовать засолить. Еще вот мои родственники считают, что их хорошо с солеными. Ну, и они вроде как не берут. Они берут исключительно эти белые подосиновики и подберезовики. И опята. Опят я пока не видела. Но свинушек очень много. Если бы я не хотела есть. Если бы не надвигался дождик. И у меня была какая-нибудь тара под них. Они несколько маленьких пакетиков. Которые частично с травой были. Ну, с растениями. То я бы, наверное, там еще пособирала. Просто в следующий переезд буду знать, что их можно собрать. Ну, или... Говорят, что моя сестра выгуливая собаку на поле за цветочном собирает грибы. Вот хочу туда тоже сходить. К тому же всю зиму что-то я туда так и не выведалась на это поле. А рядом я в прошлом году там гуляла. И даже по-моему что-то засняла. И видела там обрепиху. Кстати, вот надо будет глянуть. Есть там что на этой обрепихе. Потому что в прошлом году я даже веточку маленькую умудрилась содрать. Но была не в том прикиде, чтобы ходить по чебушам. Сейчас залил водой. Их они помокнут. Ну, в смысле, отмочатся. И вот сюда буду откладывать потом. И тоже сварю. Ну, и их, наверное, как бы в холодильник поставлю или в морозилку. Вообще, изначально хотела их тупо заморозить, все эти грибы. Но вот на тех, я думаю, привезти в угличе. Уже завтра сварить себе суп, когда вернусь. В общем, пойду я грибы разбирать. Кто-то что-то решил замутить. Шестой день, кстати, сегодня. Это у нас будущий гидролат розы. Несколько лет назад я делала. Ну, из диких роз. Это эссенциальная. Короче, роза с очень высокой эссенцией. И было такое блюдечко. Я не знаю, может, блюдечко куда-то девали. Ибо я его не нашла. Может быть. Ну, в общем, куда-то оно девалось. Я решила использовать вот эту коктрюльку. К ней крышечка. Я помню, прикрывала подобной крышечкой. В общем, крышечка стеклянная, и там должна быть дырочка. И вот лишняя жидкость, потому что я сейчас залью это колодежной водой, выпарится. А тот конкретный пар, который будет выходить из этих лепесточков, он будет оседать, и это будет гидролат. Это естественные среди обитания, если делать. И, соответственно, до момента, когда вот эти все лепесточки будут уже прозрачными. Ну, или белыми. Отбирала самые лучшие. Тут некоторые даже вот бутончики. Маленькие еще совсем. А те, которые хоть чуть-чуть дораненые, ну, и там кончики у них уже немножко цвет поменяли, или еще как-то. Или просто мятые слишком. Я их, конечно, отбраковала. В общем, решила я сделать гидролатик. Хоть я сегодня и стал ни свет, ни заря, но вот что-то уже 10-й час. Те части я тут оставлю. Ну, скажем так, это до осени, когда уже совсем уезжать будут, то заберу, чтобы не таскать каждый раз, потому что часов тут нету. В общем, в этом ковшике, по-моему, литр воды. И вот сейчас я это поставлю. Закрою вот этой крышкой. Вот немножко седьмого дня решила заснять. Тянем. И вот практически все, что я полезного сделала, в основном для канала. Сделала только один тайп одной странички. Ну, там карта, там мелко, там, в принципе, одна страничка многих стоит. Ну, и записала минут 27, наверное, как и обещала на каком-то стриме. И свопли в паре комментов от разных чел. Этот АСМР ваш с кнопочками, клавишами. Короче, как тайплю. И вот последний ролик сейчас вот поставила на оптимизацию. С этой с Абхазией. С этой камерой останется мне только с телефона фотки разобрать. И с этого с фотоаппарата, который на компе накинутый. Но это уже когда-нибудь попаясь в дело. Ну, и обзоры, монтаж этого. То, что если в этот раз сняла и в тот не домандировала. Деревни, и там я снимала еще готовки на камеру. Тоже уже буду монтировать. Уже после того, как делаю тайп тарт. Потому что и так уже затянулось это на 7 месяцев. И у меня тут по разным причинам не получалось в него зайти. Но вот надеюсь, что приеду и вот доделаю. Уже на месте. Почему? Вот скоро у меня там через час с хвостиком я пойду на автобус. Надеюсь, водитель будет меняемый, а не тот, который обычно на час лишнему. Или около того задерживается. Непонятно где. Там у меня кот на диванчике спит. Там у меня чуть-чуть маленький. В общем, если не говорила в начале роликов, привет. И, наверное, возможно, эти ролики будут неполноценны. Фильм, как бы, если там на много времени выйдет. Больше, чем на час. Может быть раздельное. Ну, на всякий случай, пока. 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 Пока.